А бывали накладки? Сегодня так прошла демонстрация, что я даже прослезился. Спасибо вам. Здравствуйте, Женя. А я ему в ответ. Здравствуйте, Леонид Тосипович. Пауза. Все смотрят. Гришин кулаком машет. Гришин? Гришин. Из-за спины. И вдруг они говорят, но вы же, Женя, должны знать, что Леонид Тосипович это Утесов, а я Брежнев сказал. И все рассмеялись, и все. И было, так сказать, а то бы я не знал, что было бы дальше потом. Могли бы быть репрессии какие-нибудь. Ну не репрессии, но кого-нибудь могли уволить. Но все промехнуло в голове. Ну еще бы. Когда это была пауза дикая, понимаете. Но он, видите, он быстренько освоился, все понял, и пошутил. Да, он человек с чувством юмора был. А, ну это единственное вообще за всю вашу карьеру, так скажем, накладку. Но это же не в эфир было сказано. Это было сказано при приватной встрече. А вот в эфире были такие? Да, и были такие случаи в Питере. В Питере. Так. Был Международный экономический форум в Питере. И Медведев впервые выходил на сцену как президент. И мне все время все говорят, только не ошибись, только не ошибись. Не назови как-нибудь Владимир Владимирович Медведев. Понимаешь? И все это на слух-то наложится, да? Вот. И он выходит, и я объявляю президент Российской Федерации Владимир Анатольевич Медведев. То есть я словил себе на слове «вла» и понял, что я не туда пошел. Заметили кто-нибудь? Все засмеялись, конечно. И сам он вышел довольный, и все, и ничего не было, естественно. Потому что, ну, понимаете, я всегда провел так. Я говорю, ребята, инстинкты Павлова еще пока никто не отменял. Восемь лет читать Владимира Владимировича, да? А потом резко перейти на Дмитрия Анатольевича. Это сложно было. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». С понедельник по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-27.